Российский союз автостраховщиков объявил о грядущих переменах в правилах прохождения технического осмотра. Пока наверняка известно только одно. Подделать диагностическую карту станет намного сложнее, в то время как сама процедура прохождения ЭТО подорожает. Госдума окончательно утвердила поправки в закон о техосмотре, которые призваны решить проблему массового оформления диагностических карт без реального проведения техосмотра. По новым правилам процесс ЭТО будет фиксироваться на фото. Затраты на обновление системы лягут на плечи потребителя, и в каждом регионе цена изменится по-своему. Мы не можем давать гарантию, что она останется на том же уровне, поскольку это зависит от администрации конкретного региона. Но, видимо, в ряде регионов цена поднимется, потому что она сегодня уже низка. В каких-то регионах она может остаться на том же уровне, потому что она уже достигла определенной высоты. Диагностическая карта превратится в электронный документ, заверенный усиленной квалификационной электронной подписью технического эксперта. Данные автоматически загрузятся в информационную систему ГИБДД. Туда же операторы ЭТО передадут фотографии автомобиля на входе и выходе с диагностической линии, указывая географические координаты, дату и время начала и окончания техосмотра. Кроме того, контроль над операторами предполагают разделить между ГИБДД и РСА. Полиция будет устраивать внеплановые проверки, а РСА – выдавать аккредитацию. За 2018 год, по информации Российского союза страховщиков, в ходе проведения контрольных мероприятий было аннулировано 314 аттестатов аккредитации. Закон вступит в силу через год после опубликования, так что у автовладельцев и операторов техосмотра есть время подготовиться. Субтитры создавал DimaTorzok